Финансирование маленького бизнеса, особенно в селах, для того, чтобы создавать рабочие места. Потому что мы знаем, что людям нужны хороший зарплат, им нужны рабочие места, им нужны хорошие условия для жизни. Для того, чтобы они остались дома, а не уезжали в разные страны. Конечно, очень много из вопросов, которые мы обсуждали, не входит в полномочия президента. Но это не означает, что я не буду работать с следующим парламентом, правительством, для того, чтобы найти решение. Госпожа Президент, Вы нашли время для того, чтобы встретиться с представителями местных органов власти. Хотелось бы уточнить, почему тогда не встретились и с региональными властями сегодня? Приглашение было со стороны Ассоциации Примара в ГУСИ. Я благодарна за такое приглашение. И когда будет приглашение со стороны региональных органов, обязательно приедут. Скажите, пожалуйста, часто ли Вы встречаетесь с Пашканом на ГУСИ? Если да, то какие вопросы отцепляете? Не было за следующие несколько месяцев, не было таких встреч. Почему? У Вас есть какой-то конфликт? Я Вам сказала, когда у нас, когда будет приглашение, обязательно приедут. Обязательно. Госпожа Президент, Вы пришли во время сегодняшней встречи с Ассоциацией Примара? Потому что было приглашение. Меня пригласили, и я решила приехать на приглашение и поговорить с примарами, так как я говорю с примарами по всей стране. Спасибо. Как Вы оцениваете эту встречу как примары? Я чувствовала себя очень хорошо здесь, и спасибо всем тем, которые были на этой встрече. Опять были очень открытые разговоры. Люди высказали и то, что они ожидают, и то, что они хотели бы увидеть, особенно на центральном уровне. Примары хотят, чтобы центральная власть уважала больше примаров, особенно потому, что они каждый день встречаются с людьми. Потому что Вы приходите не к премьер-министру, а к примарам, когда у Вас вопросы. И поэтому примары наверняка знают лучше, чем другие, включая на центральном уровне, с какими проблемами сталкиваются люди. Но для того, чтобы примары могли решать эти вопросы, нужны достаточно финансы. И мы говорили здесь про распределение фондов, про то, что нужно увеличить бюджеты местного управления. И про то, что примаров нужно спросить тогда, когда делаются разные политики, разные реформы. Нужно спросить, что они думают про эти предложения правительства или парламента. Госпожа Президент, вопрос не относительно этой встречи. Почему в Совете Безопасности есть место для представителей МПО, но нет места для представителей целого региона, для Башкана Гагаузии? Во-первых, в законе нет Башкана Гагаузии, если Вы видели закон. Во-вторых, Совет по Безопасности, Высший Совет по Безопасности пытается бороться с коррупцией. И члены в этом Совете не представляют регионы, а представляют органы, которые должны бороться с коррупцией. Вы знаете, там и прокуратура, и ЧАНЯ, и другие. Есть и представители неправительственных организаций, которые специалисты в одном или в другом отрасли. Например, банковской системе, потому что у нас банковская кража, там есть представитель неправительственной организации, который специалист в банковских делах. Или, если возьмем другие, то есть в этом вопросе мы исходили из компетенций по борьбе с коррупцией, а не с территориальной представителями. Спасибо. Извините, последний вопрос. Что касается давления примаров, недавно Вы публиковали информацию. О каком давлении идти речь? К сожалению, это не новость. Это было и при Плахотнике, и мы все помним, что тогда произошло, как давили на примаров. И, к сожалению, сегодня есть всякие государственные учреждения, которые использованы некоторыми политическими партиями, и которые пытаются надавить на примаров, потому что выборы, потому что они хотят, чтобы кто-то делал компанию на одного или на другого. Этого нельзя допускать. Нельзя допускать, чтобы государственные учреждения были использованы против примаров и вообще, чтобы они не были использованы в политических целях. Но для того, чтобы этого не произошло, нужно реформировать, нужно очистить эти правительственные организации, учреждения, правоохранительные органы, потому что мы знаем, какие организации занимаются этим прессингом. И мы предложили реформу юстиции, реформу прокуратуры, ТНИА и других. Надеемся, что следующий парламент поддержит все эти законы, все эти реформы. Спасибо за это. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо. Спасибо большое. До свидания.